Дракон – символ наступающего года. Каков на самом деле рецепт оливье? Как провести долгожданные новогодние праздники? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Валерия Карташова. Кто-то родился в год дракона, кто-то в год быка, а другой вообще в год обезьяны. Существует даже поверье, что символ года сказывается на характере человека. В преддверии Нового года почти все средства массовой информации уже опубликовали статьи о символе наступающего 2024-го – зеленом деревянном драконе. Что ждать от мифического существа и предстоящего года, узнаете в следующем сюжете. Восточный календарь, также известный как китайский или лунный календарь, основан на годовых циклах, связанных с 12 животными. Он прочно вошел в нашу жизнь с началом 1990-х. Каждый год соответствует определенному животному и одному из пяти элементов – дереву, огню, земле, металлу и воде. Годы между 2024 и 2025 как раз относятся к периоду, в котором преобладает дерево. Оно символизирует элемент роста, успеха и развития. А зеленый цвет в восточной культуре обозначает спокойствие, гибкость и умение подстраиваться под обстоятельства без ущерба для себя. Каждые 60 лет, собственно говоря, этот цикл повторяется от начала до конца. Но и внутри цикла есть свои подциклы. В частности, это 12-летний зодиакальный гороскоп, который повторяется пять раз внутри одного цикла. Соответственно, внутри каждого гороскопа повторяются основные стихии, то есть вода, огонь, металл, земля, дерево и так далее. Внутри каждого пятилетнего цикла также изменяется половая принадлежность года и нельянь, мужское или женское начало. Согласно китайской астрологии, дракон – один из самых могущественных и уважаемых знаков. Это символ силы, величия и удачи. Поэтому год дракона считается благоприятным временем для начала новых дел и достижения вершин. В Китае дракон прежде всего – это хранитель воды. Дракон с крыльями – только один из десяти видов китайских драконов. Недаром, собственно, праздник, посвященный дракону в Китае – это праздник драконих лодок. Собственно, дракон – это хранитель мудрости, дракон – хранитель земли, природы, погоды, которые щедро делятся с людьми как мудростью, так и ресурсами. Это очень благодатное существо. Особое значение имеют и элементы 2024 года. Зеленый цвет обычно связан с ростом, жизненной силой и возрождением. А дерево – символ природы, стабильности и роста, благодаря своей способности к регенерации. Сочетание этих двух элементов предполагает благоприятное время для осуществления амбиций, получения новых навыков и развития в разных сферах жизни. У нас сейчас в основном вот этот зодиакальный гороскоп, это восточный гороскоп, это элемент как раз вот этого многоэлементного календаря, которым пользовались в Китае. Астрологию, скажем так, изучали, в общем-то, по всему миру, как правило, основываясь на звездах. То есть зодиакальные созвездия, они существовали везде. 12 зодиакальных созвездий в той же самой Элладе Греции, в той же самой Финикии и так далее. Другой вопрос, что названия были другие. Год зеленого деревянного дракона также может служить напоминанием о важности сохранения нашей окружающей среды и бережного отношения к природе. Это лучшее время, чтобы начать или продолжить активно стремиться к экологической устойчивости, стоять на страже окружающей среды и бережно относиться к природным ресурсам. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости. Всеми любимый салат Оливье, который является неотъемлемой частью новогоднего стола и многих других торжеств, был придуман в России коренным москвичом бельгийского и французского происхождения Люсьеном Оливье. С тех самых пор рецепт претерпел не одну сотню изменений. Новые ингредиенты, способы подачи, варианты сервировки. Именно об оригинальной рецептуре 19 века расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Оливье популяризировал французскую кухню в России, но приспособил ее под вкусы россиян. Поэтому долгое время ресторан назывался на русский манер трактиром, а официанты вместо фраков носили русские рубахи. В 1870-х годах его дела пошли в гуры, он стал владельцем ресторана. Московская городская дума даже поручила ему быть организатором кулинарной части праздника по случаю коронационных торжеств. Его ресторан считался одним из самых шикарных в Москве, его посещали в основном купцы. Поэтому он готовил еду, соответствующую статусу посетителей. Дневная выручка составляла 2000 рублей в день, что по тогдашним временам было сравнимо с бюджетом богатого города. В оригинале рецепта любимого и уже народного салата добавлялись хвосты омара и куски телячьего языка. Все это заправлялось провансальским соусом, по-нашему майонезом. Салат выкладывался на тарелку, в центре которой была небольшая горка вареного картофеля и маринованных огурцов. В основе же его было отварное филе рябчика и куропаток, нарезанное кусочками и выложенное попеременно с кубиками желе из куриного бульона. Добавление в салат именно этой птицы имеет под собой достаточно логичное обоснование. Охота на рябчиков была повсеместно распространена на территории всей России. Охота на Руси всегда была очень распространена. Это был один из источников пропитания для народов нашей страны. И, собственно, рябчик – это традиционный объект зимней охоты на буровую дичь. Распространен он практически по всей территории России, в Европе, в азиатской части, в Сибири. И поэтому, собственно, рябчики были доступны, их продавали и охотились, в большом количестве добывали их. Стоит также отметить, что оригинальный рецепт 19 века включал в себя слегка экзотичное для нашего времени растение – каперсы. Несмотря на то, что сейчас оно не слишком распространено, в недалеком прошлом каперсы были особо ценные и активно использовались в различных блюдах. В кулинарии применяют нераспустившиеся цветочные бутоны, а также созревшие плоды растения – каперс колючий. Бутоны сортируют по размеру, подвяливают в течение ночи, а затем солят, маринуют, иногда консервируют в уксусе и растительном масле. Считается, что мелкие каперсы имеют более нежный, а крупный – более пряный вкус. Это растение, которое родом из Средиземноморья. Это, собственно, Южная Европа, Северная Африка. И в нашей флоре, как и в случае с оливками, у нас родственников ближайших нет, у нас не растет. Хотя родственники оливок в какой-то степени сирень и ясень, как ни странно, они из одного семейства маслинные. А каперсы из отдельного семейства – каперсовые, и никаких видов из этого семейства в нашей флоре нет. Несмотря на то, что оригинальный рецепт салата уже давно является местом для вольной его интерпретации в кулинарии, он так и остается частью истории, основой, которая дала площадку для воплощения творческих задумок поваров по всей России. Елизавета Газизянова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. Уже 30 декабря в России начинаются заслуженные выходные, и продлятся они до 8 января. Если кто-то уже распланировал каникулы и знает, как их провести, то есть и те, у кого с этим трудности. Если вы входите в эту категорию, то специально для вас наш корреспондент подобрал самые интересные идеи того, как сделать праздничные дни незабываемыми. Новогодние праздники – это время, когда можно забыть о повседневных заботах и окунуться в атмосферу радости, веселья и счастья. Но что делать, если вы не хотите просидеть все дни дома, смотря телевизор или играя в компьютерные игры? Один из лучших способов провести новогодние праздники – отправиться в путешествие. Если же у вас нет возможности уехать далеко, то можно посетить интересные места в своей республике, соседних регионах и городах. Главное, чтобы поездка была интересной и насыщенной. Я буду отмечать новогодние праздники с молодым человеком. Он приедет сюда. Но у него поезд за час до Нового года, это полуночи, поэтому быстренько вещи оставим и бегом на елку. В праздники новогодние буду играть в компьютеры, отдыхать от работы. Я планирую отметить Новый год в своем родном краю, в Башкирии, приехать домой, к сестренке, к друзьям, к родителям. В общем, увидеть всех близких, посидеть за праздничным столом. Если вы предпочитаете активный отдых, то на новогодних праздниках можно заняться зимними видами спорта. Это может быть катание на лыжах, сноуборде, коньках или даже на снегоходах. Такой отдых подарит вам массу положительных эмоций и позволит отвлечься от повседневной рутины. Новогодние выходные, но изначально я планирую остаться в общежитии, потому что я с Дальнего Востока и улететь из Казани оказалось как-то слишком проблематично. Но потом я на новогодних каникулах второго часа полечу в Москву, где планирую провести выходные. У меня очень большие планы на новогодние праздники, в частности на 31 декабря. С утра я хочу успеть в нашу прекрасную кирху, в которой будет органный концерт. Вот. Днем мне нужно будет поздравить бабушку, еще упаковать подарки. Любители искусства могут посетить музеи, театры, концерты или выставки. В новогодние праздники многие культурные учреждения проводят специальные мероприятия. Поэтому стоит заранее узнать о них и выбрать то, что вам больше всего нравится. Не забывайте о своих друзьях и знакомых. Пригласите их на новогоднюю вечеринку, поиграйте в настольные игры или просто проведите время вместе. Такие встречи помогут вам почувствовать себя частью дружной компании и забыть о проблемах. Ну, читать интересные книги, петь и, наконец, записаться в спортзал. Я поеду родню повидать в свой родной город. И вот. Это же Новый год, семейный праздник. Надо семью проводить. Новогодние праздники я буду проводить с друзьями, с семьей. Сначала с друзьями, потом с семьей. К ним съезжу обязательно. Ну вот, плюс-минус так. Побольше отдыхать. Отоспаться нужно за эти новогодние праздники. Используйте новогодние праздники для обучения и саморазвития. Можно пройти онлайн-курсы, прочитать книги, которые давно хотели прочесть, или просто заняться самообразованием. Это поможет вам стать лучше и расширить свой кругозор. Валерия Карташова, Николай Суховский. Универновости. 21 век. Эпоха цифровых технологий, развитие которых набирает обороты в геометрической прогрессии. Почти каждый день мы можем наблюдать за появлением все новых приложений, гаджетов и других разработок в технологической сфере. Все это имеет и обратную сторону. В том числе зависимость от смартфонов, планшетов и компьютеров с самого раннего возраста. Подробнее узнаете в сюжете. По статистике, 88% детей в возрасте от 7 до 10 лет уже имеют свой личный смартфон или планшет, а 92% респондентов родителей заявляют, что отдают гаджет ребенку, чтобы чем-то увлечь его в поездке. Все это говорит о воспитании нового поколения, у которого мышление уже с самого младенчества формируется на основе контента, который они просматривают. Чаще всего малыши увлечены просмотром видеороликов на площадке YouTube. В лучшем случае родители подключают им специальный сервис от хостинга для детей. В худшем оставляют свое дитя наедине с потенциально опасным контентом. Поколения Google родились в цифровом мире, и другой реальности они просто не знают. Если мы говорим про активных родителей, нужно рекомендовать именно контроль, то есть погружать в другую среду, не в среду гаджетов, а когда ребенок читает книги, когда он смотрит фильмы, причем сложные книги, сложные фильмы, когда он слушает сложную музыку, для того, чтобы погрузить все-таки, ну, как бы, скажем так, вырвать его из виртуальной среды в нашу, где мы коммуницируем. Это я про активных родителей. Пассивным родителям, конечно, проще этим не заниматься, проблему они в этом особую не видят. Основная опасность заключается именно в неосознанном подходе ребенка к выбору контента и неосведомленности родителя. В наше время существует множество способов защиты детей от нежелательной информации во всемирной паутине. Один из них – функция родительского контроля на смартфоне, самый распространенный. Он позволяет родителю ограничить экранное время ребенка, заблокировать ему доступ к определенным приложениям и сервисам, а также отследить его местоположение. Для матери или отца это хороший способ не беспокоиться о том, что ребенок сможет увидеть то, что шокирует его слабую психику. Однако нередко случается и так, что юный пользователь смартфона и компьютера может переживать психологическое давление из-за излишнего контроля. Коммуникация – это самое основное, что сейчас важно все-таки детям прививать. Вообще, на самом деле, должен быть везде баланс. Я за родительский контроль, но мягкий в каком плане. Мы договариваемся, да, то есть ты учишься, ты делаешь домашние задания. Я вижу, что ты получаешь хорошие оценки, что ты участвуешь в определенных конференциях, проектной деятельности и так далее. Я всегда готова, ну, скажем так, дать тебе телефон, но это должно быть в строго ограниченном времени. После всего вышеперечисленного становится ясно, что главная ответственность за то, что и где смотрит ребенок в сети, лежит на его родителях. Ведь даже закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не может дать стопроцентной гарантии, что дети не смогут найти нежелательный контент. Отметим, что подростковая зависимость от гаджетов, несомненно, актуальна в наше время. То, в какую сторону будет работать постоянное нахождение смартфона в руках подростка, зависит напрямую от воспитания и того, какие установки вкладывают мать и отец в голову ребенка. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универновости. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч и с наступающим вас Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин